Здравствуйте! Программа «Луковые новости», где мы разоблачаем вранье и пропаганду после летних каникул, вернулась в эфир телеканала Белсад. Меня зовут Анна Галета, я на свободе, а значит сегодня, как всегда, расскажу вам о том, когда вами манипулировали, когда вам не договаривали, а когда и вовсе лгали в глаза. Белсад. Государственное информационное агентство Белта, сославшись на директора Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук Николая Межевича, передало следующее. По коэффициенту жизни, по основным показателям социальной жизни, граждане в Республике Беларусь живут существенно лучше, чем в Эстонии, Латвии и Литве. Интересно, что делая такие заявления, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук не ссылается ни на какие источники. Мы, в отличие от Межевича, к источникам обратились. Международный рейтинг НАМБЭА по индексу качества жизни, где оценивались покупательская способность населения, безопасность, здравоохранение, продолжительность жизни, поставил Беларусь на 60-е место, что ниже, чем все три названные прибалтийские страны. Эстония на 11-м месте, Литва на 19-м, Латвия на 30-м. К слову, даже Украина опередила Беларусь в рейтинге на одну строчку. Так что премию Пиноккио вручаем директору Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук Николаю Межевичу. За вранье об уровне жизни в Беларуси в сравнении с прибалтийскими странами. Также премию Пиноккио вручаем информационному агентству Белта за распространение фейка. А теперь к рубрике «Вранье от Лукашенко». Из 4-х миллионов в советские времена в Литве осталось 1,5 миллиона человек. Население Литвы в 1990-м было около 3 миллионов 700 тысяч человек. На начало 2021-го там насчитывалось 2 миллиона 795 тысяч человек. То есть Лукашенко уменьшил население Литвы больше, чем на миллион, за что и получает нашу премию Пиноккио. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Суботин и глава концерна Белгоспищепром Анатолий Бубин, докладывая Лукашенко об успехах экспорта на рынок Китая, без лишней скромности констатировали прорыв в данном направлении. Даже если оценивать экспорт в Китай всех белорусских производителей, то он, согласно Белстату, составляет всего 750 миллионов долларов. Это меньше, чем продают в Китай вместе три небольшие прибалтийские страны-соседки, у которых нет таких природных ресурсов на экспорт, как у Беларуси. А Украина, чей президент не хвастается такой личной дружбой с Сит Зиньпинем, как Лукашенко, экспортирует в Китай почти в 10 раз больше, чем Беларусь. В общем объеме белорусского экспорта Китай занимает 2,6%, а доля Беларуси в объеме импортируемых со всего мира в Китай товаров – это всего 0,04%. А импортирует эта страна гигант продукции больше, чем на 2 триллиона долларов ежегодно. В списке стран, из которых Китай завозит товары, Беларусь находится ближе к восьмому десятку. При всем желании в этих цифрах сложно рассмотреть агрессивное навязывание продукции и покорение китайского рынка. Поэтому премия «Пинокки» и отправляется заместителю премьер-министра Беларуси Александру Суботину и главе концерна «Белгоспищепром» Анатолию Бубину. Пропагандист Григорий Азаренок подвел итоги педсовета, который прошел накануне нового учебного года и личного вклада Лукашенко в образовательный процесс в Беларуси. По его мнению, Лукашенко, отказываясь от реформирования системы образования, противостоит дебилизации нации. Беларусь отвергает так называемые либеральные подходы в образовании. Одна из немногих в мире не подчиняется губительному тренду, который искусственно навязывают человечеству. Что такое все эти баллонские системы и мировые стандарты? Почему в 90-е сам Джордж Сорос не жалел десятки миллионов для белорусских и российских детей? Бонапарт и Наполеон. Кто вам больше нравится? Наполеон. Вот они, плоды Соросовской благотворительности. А теперь его дело продолжают цифровизаторы и реформаторы. Они упорно навязывают эти стандарты. Они хотят, чтобы белорусский ребенок прочитал не на Ростанях Якуба Колоса, а произведение 319, автора 88-40. Чтобы оценить уровень подготовки белорусских школьников и понять, какое место среди других стран «Наша система образования занимает», Беларусь приняла участие в международном тестировании ПИСа. Целью программы ПИСа является оценка и сравнение национальных систем общего среднего базового образования. В рамках исследований оцениваются способности обучающихся использовать приобретенные к моменту окончания базовой школы знания и опыт для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Исследование проводится раз в три года среди школьников в возрасте 15 лет. Беларусь впервые приняла участие в исследовании в 2018 году. Оценивалась читательская, математическая и естественно-научная грамотность школьников. Причем под читательской грамотностью понимается способность человека понимать, оценивать и использовать тексты, осмысливать их и быть вовлеченным в процесс чтения. Это, собственно, как раз то, за что радеет Григорий Озаренок. По способности осмысливать и оценивать тексты белорусские школьники заняли 36 место из 77 стран. Страна уступила всем странам-соседкам за исключением Украины. Эстония и Польша и вовсе вошли в первую десятку, а возглавили рейтинг китайские школьники. Результат Беларуси оказался на 10 пунктов ниже, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития, то есть демократических стран с рыночной экономикой. Примерно на таком же уровне грамотность белорусских школьников по математике и естественным наукам. Джордж Сорос открыл свой фонд в Беларуси в 1992 году, а в 1997 его деятельность была прекращена. Фонд просуществовал пять лет с тех пор, до тестирования ПИСа прошел 21 год и выросло целое поколение детей. В 2008 году Лукашенко отменил реформирование школы и отказался от 12-летнего образования. 10 лет прошло, как школа вышла из-под влияния губительных трендов, навязанных человечеством. Так может не Сорос и не реформаторы виноваты в том, что белорусские школьники по способности осмысливать прочитанное слабее почти всех стран в регионе. Итак, премия Пинокки отправляется к Григорию Озаренку за высказывание о том, что отказ от реформ в образовании противостоит дебилизации общества, хотя международная практика говорит об обратном. На прошлой неделе Александр Лукашенко отметил значимый вклад следователей в обеспечение национальной безопасности Беларуси. Об этом сообщило информационное агентство Белта. Казалось бы, о какой вере людей в торжество закона и справедливости говорит Лукашенко, если тысячи заявлений людей о пытках на Окрестина остались без реакции, несмотря на обещание провести расследование. Работница ГосСМИ объясняет, дело в том, что заявления были фейковыми. Подразделение Следственного комитета с 9 августа 2020 года поступило почти 5000 сообщений якобы о насилии со стороны милиции. Только в Минске более 3600. По всем принято решение об отказе возбуждения уголовного дела. Во-первых, поток заявлений был управляем. Это факт. Что за люди жаловались на действия милиции? Активные участники беспорядков, ранее судимые, просто лгуны. Более 70% заявителей, якобы пострадавших на Окрестина, уже привлекались к ответственности. Каждый пятый не работает. Для организаторов и координаторов уличных беспорядков вранье об избиениях – это попытки уйти от наказания. Гладкая говорит, что поток заявлений на сотрудников правоохранительных органов был управляемым. Но если это действительно так, то почему государственная пропагандистка не приводит своим словам никаких доказательств? Напомним, что эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека сообщили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Беларуси на акциях протестов, которые вспыхнули после президентских выборов. А вопреки словам Гладкой о том, что избиение – это вранье, в сети можно найти видео, которые доказывают обратное. В общем, премия «Пинокки» отправляется Александру Лукашенко за пропагандистские речи в адрес белорусских следователей, а также провластной журналистке Людмиле Гладкой за попытку убедить телезрителей, что избиение силовиками белорусов после прошлогодних выборов – это вранье. Меня зовут Анна Галета, вы смотрели программу «Лукавые новости», где мы разоблачаем вранье и пропаганду. До встречи в следующую пятницу.